Приветствую вас в первом на сразу же праздничном выпуске шоу-плейлист. Скоро Новый Год, и конечно, это пора чудес, радости, веселья и прочего бла-бла-бла. И если кто-то подводит итоги года, то я же всего-навсего хочу рассказать вам о нескольких хороших фильмах для новогоднего просмотра. Итак, погнали! Гринч. Похититель. Рождество. Несмотря на то, что этот фильм вышел в 2000 году, почему-то все, кого я спрашивал, говорят, что посмотрели этот фильм, будучи детьми. Конечно, может, они меня не так поняли, но тем не менее, я посмотрел эту картину в сознательном возрасте, и она показалась мне странной, учитывая то, что я смотрел её фрагментами. Согласитесь, мир, в котором существа, похожие на Гуфи, живут в основном праздную Рождество и боятся прихода зелёного чудика, который один раз разбил ёлку и... убежал. Блин, это действительно тупо. Но спустя несколько лет, пересмотрев этот фильм, ощущение приближения Нового Года становится ещё больше. Это ненормальная, слегка наркоманская и неадекватная история, но это детская сказка, а значит, ей можно просить всё. Впервые Гринч появился как антигерой в детской книжке, как Гринч украл Рождество. Он не похож на других, он ненавидит Рождество и всё, что с ним связано, он ненавидит всех людей в этом городе, но в то же время он чувствует себя одиноким. Начнём по алфавиту. Адварки Абуканакер. Я ненавижу тебя. Аарон Би Бенсен. И тебя ненавижу. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ненавижу до чёртиков. На адов не переношу. Сам он наиинтереснейший персонаж, ввиду того, каким он нам был показан. И тут, конечно же, стоит упомянуть Джима Керри. О да, старина Джим справился с этой ролью на все сто. Первоначально на роль претендовали Джек Николсон и Эдди Мёрфи, но в конце концов они выбрали Керри. Джек, пойми, это детский фильм, и ещё даже я не отошёл от твоего сияния. Ладно, хуй с ним. И хоть образ Гринча во многом, в основном кривляниями, напоминает маску, но он всё же прекрасен. И хоть его история идиотична, как и сам фильм, но он всё же доставляет. Кстати, сразу видно, что фильм снимался для детей, ибо здесь показано и слегка объяснено, как в городе Ктовеле рождаются дети. Дорогая, наш ребёночек. Он похож на твоего босса. Опять же, это слишком чудно. Жители Жек Товеля, как по мне, получились ужасно однообразными, и в связи с этим я чувствую себя бездушной тварью, ибо когда Гринч совершал все злейшие поступки, мне было насрать. Честно, я болел за него. Серьёзно, из всех персонажей этого фильма, ты по-настоящему переживаешь лишь за Гринча и его собаку Макса. У-тью-тью. Концовка, конечно, получилась предсказуемой, но то, как её подали, это просто... просто... Ах! В год выхода картина стала самой кассовой, зрители были довольны, но критики отнеслись к ней прохладно, и я даже не могу понять, почему мне понравился этот фильм. Я могу найти в нём столько идиотских моментов, столько несостыковок и нелогичности, я могу опустить этот фильм, но мне не хочется делать этого. Это по-настоящему добрый, семейный, слегка наркоманский фильм, который вселяет в тебя дух Нового Года, и это фильм, который, безусловно, стоит посмотреть. А мы переходим к следующей картине. Санта-Клаус. Знаете, если все под Новый Год смотрят Иронию Судьбы, то я, будучи мелким, практически каждый год смотрел Санта-Клауса. И Крепкого Орешка. Но сейчас это не важно. Санта-Клаус это такой представитель диснеевских сказок, которые можно пересматривать вечно. Конечно же, и сейчас я вижу его не так, как видел раньше. Как и в Гринче, я опять же могу найти кучу моментов, после которых кино будет не так смотрибельно. Но зато теперь я понимаю критиков, не оценивших Санту по достоинству. Начнём с того, что фильм теперь движется очень и очень стремительно. Произошло одно, а уже через минуту нам рассказывают совсем о другом. Но благо тут выстроена более реалистичная история, нежели в Гринче. Сами представьте, что ваш муж, ну или жена, похищает вашего сына, утверждая, что он, или она, Дед Мороз. Не совсем нормально, не так ли? И знаете, я действительно поражаюсь креативу создателей, ибо сделать историю абсолютно новую практически из ничего довольно трудно. Начинается всё с контракта Санты, по которому, прочитав бумажку и одев костюм Санты, ты становишься Сантой. И заканчивая свадьбой, без которой ты не можешь быть Сантой. Мне нравится слово Санта. Санта, Санта, Санта. Главную роль во всех частях сыграл Тим Малин. И мне по-настоящему обидно, что такую когда-то величину попросту стали забывать. Не в том плане, что он больше не снимается в фильмах, а в том, что эти фильмы уже не такие значимые в его карьере. Воистину, это лучшие из актёров, сыгравших Санту. Причём, по большей части, мы наблюдаем его в своём альтер-эго, то бишь Скотт Келвин, в котором он внушает ещё больше. Было интересно наблюдать в первой части перевоплощение и перевоспитание из Келвина в Клауса, а в последующих частях наоборот. И немаловажны те, кто помогали ему в этом. В первых двух частях все персонажи без исключения охренительны. Конечно, основной акцент там делается на сына Скотта, Чарли. И первая часть, по большей части, показывает нам взаимоотношения отца и сына. Конечно, там есть ещё такие персонажи, как мама Чарли и его отчим. Но они не лишние, но в то же время никакие. И в это же время прикольные. Я слегка странный. Также не стоит забывать об эльфах, хотя там вылились лишь двое, остальные просто были в кадре. Какое нетипичное использование этих персонажей. Со второй части начали появляться отрицательные персонажи, то бишь злая копия Санты и Джек Фрост. И дело в том, что они неплохие, но они лишние. Серьёзно, они абсолютно не нужны. Если бы раскрыли тайну исчезновения предыдущего Санта, рассказали бы побольше о контракте, начали больше развивать историю, было бы гораздо интереснее. А так лишь свежий продукт. В общем, я могу ещё долго говорить об этой великой франшизе, и как по мне, так она осталась недооценённой. Господи, критики, это детский фильм! Хотя, согласен, не все детские фильмы... детские. Всего вышло три части Санты, из которых я советую посмотреть вам лишь первые две, ибо третья вышла так себе. Вот я и рассказал вам о двух картинах для новогоднего просмотра. Конечно, таких фильмов неизмеримо много, и рассказывать о них можно бесконечно. В этом году вышло огромное количество как хороших фильмов, так и разочаровавших меня. От следующего года я жду многое. Ну, во-первых, конечно же, картину быстрее, чем кролики от ребят из Квартета Ии. А во-вторых, возвращение неудержимых. Я желаю всем вам долгой и счастливой жизни, с Блэджеком, шлюхами и прочими пряностями жизни. Ну и, конечно же, хочется поздравить канал Брейнант, который меньше чем за полгода обрёл 5000 подписчиков. Все ребята, которые трудятся, там огромные молодцы. Всех с наступающим, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok